здравствуйте друзья по многочисленным просьбам я все-таки решил сделать урок по установке 64 разрядного ubuntu сервера на разборе pi 4 сразу хочу уточнить существует много методов установки и показаны в обзоре не единственный так что если у вас есть какие-то собственные проверенные решения и наработки делитесь ими в комментариях еще хочу добавить что подробнее о методах установки различных home assistant я рассказывал в своем видео уроке номер 11 ссылку вы найдете в описании кому интересно посмотрите первые пару минут видео также напоминаю что все ссылки а также команды показаны в этом уроке вы найдете в текстовом файле ссылка там же в описании и еще одно напоминание для того чтобы вставить из буфера обмена в консоль сервера linux нужно нажать правую клавишу мышки в рамках одного из проектов ко мне попала 8 гигабайтная версия raspberry pi 4b на которой было решено провести этот эксперимент конкретно этот одноплатник был собран в комплекте с плата расширения x 857 msato ssd диском king spec на 128 гигабайт и ультраслим радиатором ссылку на обзор такой модернизации вы найдете в описании под видео но лично мне больше нравится универсальный корпус argon one m2 решение все в одном и с крутым дизайном он имеет и встроенную управляемую систему охлаждения и плату расширения под м2 ssd диски и переходник на полноформатный hdmi ссылку на его обзор вы также найдете в описании с платформой разобрались переем к установке для того чтобы raspberry pi 4b научилась загружаться с usb нам необходимо будет обновить bootloader для этого нам понадобится micro sd карта любого объема и программа raspberry pi imager ссылка на скачивание в описании это разовая операция а для тех кто будет ставить эту систему на raspberry pi 3b плюс она не нужна эта машинка уже умеет грузиться с usb прямо из коробки в разделе выбора операционки прокручиваем до раздела утилит в разделе bootloader выбираем usb boot далее выбираем носители запускаем запись программа скачает и запишет самую актуальную версию прошивки процесс обновления очень простой вставляем записанную карту в картридер включаем питание и ждем пока не начнет мерцать зеленый диод кстати рекомендую г-образный кабель питания от you green очень удобно все выключаем питание вынимаем карту она нам больше не понадобится теперь нужно записать образ системы на ssd диск удобнее всего это сделать прямо через плату расширения подключив к ней кабель с двумя одинаковыми разъемами usb а можно использовать и комплектный p-образный переходник в паре с usb удлинителем теперь идем в раздел других операционок тут я выбрал 64-разрядный сервер ubuntu 2010 далее выбираем подключенный диск и запускаем запись процесс может быть достаточно длительным теперь соединяем плату расширения с raspberry при помощи комплектного переходника подключаем сетевой кабель и кабель питания приступаем к установке для определения айпи адреса который получит одноплатник проще всего зайти на роутер у вас кстати эта страница будет выглядеть по-своему и найти новое устройство подключенная кабеля моем примере устройство выдан адрес 192 168 0 221 при помощи ssh клиента я использую party ссылка в описании заходим по этому адресу на 22 порт логин и пароль по умолчанию ubuntu сразу запускается диалог смены пароля сначала еще раз вводим текущий пароль потом два раза новый перри подключаемся уже с новым паролем этот шаг не обязателен но мне так удобнее создаем нового пользователя вводим и повторяем пару для него остальные вопросы просто пропускаем конце соглашаемся добавляем группу судо для получения возможности выполнения команд с правами супер пользователя теперь можно переключиться на созданную учетку и все остальное делать из-под нее следующий шаг обновления в этой команде добавляем дополнительные репозиторий universe и обновляем список пакетов обновляем сами пакеты эта операция довольно длительная ставим набор сетевых инструментов и необходимый для работы home assistant network manager по умолчанию их системе нет теперь нужно стартовать и включить сервис network manager перегружаемся выполнив команду reboot переподключаемся в ubuntu управление сети по умолчанию отдано утилите netplan файлы настройки хранятся в папке от центра нет план по умолчанию там имеется один файл 50 cloud и нет делаем на всякий случай резервную копию этого файла проверяем в папке уже два файла я считаю что оптимальнее всего будет просто передать управление сетью network manager у который нам все равно нужен нажимая control к удаляем по строкам содержимое конфигурации вставляем новый конфиг передающий управление network manager у control и для выхода подтверждаем изменения теперь собираем конфиг если все сделано правильно никаких сообщений в консоли появляться не должно применяем конфигурацию тут тоже должно быть все чисто перезагружаемся теперь мы можем настроить ethernet через интерфейс network manager в разделе редактирования есть проводной интерфейс ethernet тут в ipv4 включаем ручной режиме переходим настройки пишем адрес который будет присвоен ethernet интерфейсу сервера у меня он 192 168 076 адрес шлюза обычно это адрес вашего роутера и адрес днс а тут то же самое этот шаг не обязательно если вы будете использовать только провод на ваше усмотрение идем в раздел activate и выбираем свою сеть лучше 5 гигагерц вводим пароль сети и ждем подключения далее возвращаемся в раздел редактирования и повторяем шаги настройки только уже с адресом для вай-фай у меня он 192 168 066 сохраняемся теперь поставим пакеты которые пригодятся для работы и home assistant подборку делал лично я ничего лишнего тут нет пока они ставятся хочу ответить на часто задаваемый вопрос зачем нужно прописывать вручную адреса на сервере ведь это можно сделать и на роутере ответ прост ресурс статических айпи адресов на роутере ограничен обычно от 16 до 64 на топовых моделях а они в условиях умного дома расходуются очень быстро для вайфай устройств типа лампочек увлажнителей и так далее поэтому там где можно установить статический адрес лучше это сделать вручную экономя ресурс адресов роутера настраиваем часовой пояс выбираем регион и город ставим зависимости и докер добавляем текущего пользователя в группу докер перегружаемся через пару минут подключаемся уже на новый адрес который мы присвоили при настройке переходим в режим рута это обязательно качаем установочный скрипт запускаем его с ключом под свою версию одноплатника 64 разряда соглашаемся с запросом на изменение настроек network manager ждем завершения установки конце установки скрипт показывает адрес и порт для подключения пока хасио будет разворачивать свои контейнеры давайте поставим партейнер это очень удобный инструмент для докера он меня выручал не раз например он может перезагрузить контейнер ум assistant так что рекомендую теперь идем на адрес одноплатника порт 9000 задаем пароль для учетки админ выбираем локальный докер тут у нас уже есть 8 контейнеров включая стартовую страницу home assistant зайдем и на нее по тому адресу что показывал скрипт установки тут пока идет первичная настройка она может занять до 20 минут тем временем можно выйти из консоли а тут у нас уже запустился мастер установки заводим пользователя и задаем ему пароль дальше можно все пропустить и вот наконец мы попали на стартовую страницу home assistant сразу идем супервайзер вкладка система проверяем и тут есть проблема с работоспособностью системы для ее устранения нужно выполнить перезагрузку хостах после перезагрузки осталось только сообщение способе установки но она ни на что не влияет можно просто не обращать внимание давайте ради эксперимента поставим парочку аддонов например файл editor как видите все установилась без проблем а это visual studio код которую можно поставить только на 64-битную установку тоже все ставится без ошибок осталось только проверить вай фай логинимся по адресу установленному на него у меня он 66 вот список интерфейсов вилан 0 это вай фай 66 адреса несколько виртуальных интерфейсов докера и эзернет 76 май пи смотрим таблицу маршрутизации тут все окей приоритет у эзернета с метрикой 100 за ним вай фай с метрикой 600 отключу кабель эзернета будет небольшой фриз из-за перестройки маршрутов это нормально теперь остался только вай фай он главный проверим доступ в мир все в порядке вернул кабель на место маршруты восстановлены все работает как ожидается я думаю что в комментариях часто будут спрашивать а что все-таки ставить ubuntu или разбиан я не могу дать однозначный ответ на этот вопрос там все ставьте ubuntu и все побежали поставили ubuntu или наоборот лично на моих всех рабочих серверах используется разбиан я доволен его работой не жду от него сюрпризов но не могу сказать что жду каких-то сюрпризов и от ubuntu так что решайте сами что вам больше милее как бы и дороже на этом все надеюсь что информация показана в этом уроке было вам полезно и интересно если у вас остались вопросы задавайте их комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал также напоминаю что все интересные новости обновления а также купоны акции на товары умного дома вы найдете в моем телеграм канале ссылка в описании до свидания до новых встреч до новых встреч